И сегодня губернатор провел совещание с главами городов и районов. Главной темой стала безопасность в детских лагерях. После инцидента под Снежинском Борис Дубровский еще раз потребовал принять все меры, чтобы исключить любые угрозы для детей. Территории всех загородных лагерей обработаны от клещей, корпуса оборудованы системой оповещения о пожарах, администрации тревожными кнопками. На каждой базе отдыха есть охрана. Сейчас под присмотром педагогов находится больше 60 тысяч детей. Всего же в этом году путевки получат около 250 тысяч школьников. Со стороны глав территории тоже обращаю внимание. Лагеря не находятся на ваших территориях. Прошу в летний период находить время и обращать внимание на ситуацию в них. Такие меры помогут предотвратить происшествия в детских лагерях, подобные тому, что было в Орленке под Снежинском. Там ночью два сотрудника управления образования расстреляли жилые корпуса из пневматического оружия. Чиновников уже уволили. Глава региона поручил Министерству образования провести проверку. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Сами учителя утверждают, это были всего лишь учения. Местные власти отвечают. Такую методику тренировки никто не одобрял. Самое страшное, что было нарушено. Без всяких планов, согласований были проведены дополнительные занятия с обучающимися 10-х классов по антитеррористической деятельности. Министр образования региона Александр Кузнецов отмечает, происшествие не связано с летним отдыхом детей. Это была отдельная военно-патриотическая смена, поэтому дополнительных мер безопасности в лагерях вводить не будут. Соответствующие меры безопасности, они уже заранее приняты в отношении контингента детей, которые поддерживают отдыху и выздоровлению. И мы сейчас никаких там неплановых ситуаций не наблюдаем. Конечно же, снежинский инцидент имеет какое-то отношение, учитывая, что это тоже было на природе. Добавлю, что на летний отдых детей в этом году направят из бюджета 900 миллионов рублей.